Ну а пока сейчас в Черкассах половина наших глядачей подорвалась, чтобы побегать поесть этих котлет, мы поднимемся, как Вадим Абрамов подорвался, и в темпе вальца, рухаясь по Черкассах, знайшов готель Нива. Гостиница Нива. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов. Программа «Ревизор». Как вас зовут? Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна. А к приезду «Ревизора» готовились? Ради бога, пожалуйста. Спокойно так, заходи. Без проблем. Стоимость проживания в отеле Нива. Двухместный люкс. 780 гривен. Одноместный улучшенный 234. Понимаете, у нас здание старое. Гостиница, вы сказали, что старое. Сколько ей лет? Гостиница начала функционировать с 1982 года. Ого, с 1982. Кстати, завтрак я забыл спросить. Да, у нас завтрак включен. Включен стоимость? Включен стоимость. А там не написано. А как у вас, кстати, номер? Приходишь, платишь сразу за ключик, забираешь, уходишь? Нет, нет. Значит, у нас человек поселяется, берет квитанцию. На этаже у нас есть горничная, которая и дежурная. Вот она выдает ключи, показывает человеку номер. Я вам хочу сказать, что номер у нас на самом деле уже есть. Вы можете с этажа позвонить, у нас связь. У вас такая селекторная, да? Да, селекторная у нас связь. Вот, пожалуйста, если вам я буду необходима. Я вам хочу сказать спасибо большое, что вы, во-первых, пустили меня к себе. Так тепло нас приняли в гостиницу. Очень рады, мы любим вашу передачу. У нас за такой прием низкий вам поклон. Закрывайте дверь, чтобы быть в тепле. А вы живете здесь в гостинице или работаете? Работаю. А вас как зовут? Анатолий. Анатолий. Я Вадим. А кем работаете, если не секрет? Столером. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы живете здесь в гостинице? Работаете? Да, мы здесь работаем. Меня зовут Вадим, я ревизор. А вы? А я Анатолий Андреевич. Я электрик. Много работы. Сейчас ремонт делаем. Ну, вы начали оттуда с первого этажа, да? Вот теперь давайте проходите, мы пойдем вместе с вами. Не, я пойду один. Один? Ну, проходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна, меня зовут Вадим, и я ревизор. Дуже приятно. А много у вас работы на этажах? Как люди есть, конечно, много. А что делаете? Перестеляем, убираем в комнатах, убираем санузлы. Это все вы делаете? Да. Спасибо. Ага, о, сюда. Здесь на двери просто указаны сразу два номера. 303, 304. У меня номер 304. А сейчас я попробую открыть жалюзи. Окно, кстати, большое. И окно здесь пластиковое. По стенам видно, что красили здесь недавно. И ремонт, в принципе, довольно-таки свежий. Здесь заботливо относятся к этому покрывалу. Посмотрите, как они его сложили. С таким загибом. Конечно, попробую рассмотреть в таком узоре что-нибудь. Ну, я не вижу ни одного пятна. Полотенце. Тебе предлагают два полотенца. Полотенце зеленое. Под цвет нового канала. Полотенце, я хочу сказать сразу, новое. И пахнет чистым. А сейчас... Какой матрас? Здесь нет, слава богу, этих цветков из мочи и разводов. Перевернем на вторую сторону. Дырка. И матрас, конечно, уже протерся. Просто от времени. А что творится под кроватью? Здесь какие-то разодраны линолеум. На талочке, конечно, сюда тяжело нагнуться и долезть до этой грязи. Поэтому вызывайте Анатолия, Наталочка. Зовите себе в помощь Электрика, Андреича. Они вместе придут, отодвинут кровать. И все здесь можно спокойно убрать. Идемте. О, туалет. Белили недавно. Сам ободок не очень чистый, но больше вопросов к тому, что вот здесь под ободком. Вот там везде пятна мочи. А сам унитаз довольно чистый. Ёршик старенький, но тоже чистый. Теперь я иду в ванную. Здесь сидячая ванна. В сидячей ванне внизу песок. Интересно, с кого он здесь сыпался? Холодная вода есть. И горячая вода тоже есть. Я напоминаю вам, здесь два номера. Этим туалетом и ванной будете пользоваться как вы, так и ваш сосед или соседка. Вот этот телефон, у которого нет диска, это и есть тот самый селектор. Когда я подниму здесь трубку, зазвонит звонок внизу у администратора. Да? Екатерина Николаевна. Да? Это ревизор. Я слушаю. Я посмотрел у вас номер, все увидел, все проверил. Спускаюсь к вам, потому что решение я уже принял. Хорошо, я вас ожидаю. Спасибо. Я проверил отель Нива в Черкассах. Интерьер. Общежитие, в которое поставили мебель офисных цветов. На окнах висят жалюзи. В номере есть просторный холодильник и телевизор. А туалет с душем общий на два номера. Чистота. Видно, что за номером следят и убирают. Полотенце и постельное белье в номере выстиранное и выглаженное. Но Наталочка, которая была у меня на этаже, видимо, не справляется с работой. Ее просто одной не хватает. Обслуживание. Я показал вам сегодня самого приветливого администратора страны. Спасибо. Это вы. Спасибо большое. Я шел на проверку, а такое ощущение, как будто попал к близким друзьям. Мы рады, мы ожидали когда-нибудь, что вы к нам обязательно придете. Мне было у вас приятно. Мне понравилось с вами разговаривать. Мне понравилось вам звонить по селектору. Но в вашей гостинице есть недостатки. Поэтому, к сожалению, ревизор не может рекомендовать отель Нива в Черкассе. Мы рады, действительно, что вы приехали к нам, подсказали нам, что у нас недостатки. Мы стараемся, работаем. Здание, конечно, старое. Нам тяжело с Абдеповского переходить. Но мы и вашими замечаниями, и предложениями. Я думаю, все будет хорошо. Мы рады вас всех видеть в нашей гостинице. Спасибо вам. Можно я вас обниму и поцелую? Спасибо большое. Спасибо вам. Сам початок ревизии мне взглядом понравился. Абрамов, который идет по темных коридорах готелю, встречает каких-то людей. И на запитание, а ты кто? Идут в твои. Я столяр. А я ревизор. Привет. Я ревизор. А я электрик. Я уже ждал, знаете, наступную встречу. Я ревизор. Я винищу вечер визор. Такое вот мало быть. Но все-таки... Найкраще, что, мабуть, мог встретить в готеле Нива Вадим Абрамов, это все-таки он встретил. Катерина Миколаевна-Вязовская. Найпривотнейший администратор страны. Рады вас видеть, Катерина Миколаевна. А, власне, пані Катерину, вы такая любезна, вы так все показали, вы так все ему рассказали. Вы, ну, взагалі, таке вражение сказали, что вы не переживали під час ревизии. Вы знаете, когда зашел Абадим, он улыбнулся, и, знаете, от него повеяло доброжелательностью. Вы ни с кем не путаєте, від нього. Да, да, он сразу подошел, улыбнулся нам, это программа-ревизор. И, вы знаете, вот, может быть, где-то, какая-то секунда, и было волнение, но оно ушло тут же. Как обычный лазбой, Вадим. А, уж потом, когда он начал рассказывать, разговаривать, это такой интеллигентный человек, это море обаяния. То, вы готовы просить ему и пыль, и недоделки? Спасибо, что подсказали. Есть над чем работать нам всем в гостинице. Спасибо вам огромное. Я был очень тонен. Спасибо вам большое. Я просто мусил, только что, для себя выключно уточнить, Катерина Николаевна, вы замужня? Да, да, кстати, кстати. Сори. Кстати, я хотела сказать, мы живем в городе Черкасса, немножко провинция, так вот, даже мои родные и мой муж, они не верили, что вот это происходит наяву. И так как я работаю в гостинице, а в Черкассе уже была команда-ревизор, мне все говорили, мои родные, да это так, это же все в студии, это шоу. И когда приехал ревизор, я пришла домой и говорю, ну что, шоу на моей смене. Катерина Николаевна, а ласкаво просим шоу-бизнес? Спасибо. Теперь вы с нами. Я, я дивился, как спостерегала за ревизию в вашем готеле Ира Пшеная, вона управляет очень дорогими фешенебельными готелями, и Бристоль, и Лондонская, и так далее. Ира, мне зналось, что когда вы увидели селектор, появилась ностальгивая сейчас. Знаете, помню эти селекторы, когда мы взяли в управление гостиницу Лондонская, и тогда еще гостиницу Красная, там тоже были селекторы, по которым администратор гостиницы общалась с горничными на этажах. Но я сейчас хочу сказать не об этом. Вадим, вы знаете, вот хочу сказать снова о двойных стандартах. Вы просто обязаны были дать табличку вот этим людям, потому что они с такой чистотой, с такой, вы понимаете, невозможно сравнивать там те фешенебельные гостиницы новые, которые вы время от времени ревизируете, да, и вот эту гостиницу, которую люди с такой добротой, с таким вниманием. Содержат в такой чистоте. Да, я понимаю, там, как говорится, было не совсем чисто в санузле, но я понимаю, что этим всем, всему этому оборудованию уже очень много лет. И заменить его, вероятно, нет просто средств. Нет средств? Значит, у нас очень много уже заменено. Да, нет средств. Да, много ремонта мы делаем, у нас администрация, ну, ну, очень мы стараемся, делаем. И когда приехали программа страсти по ревизору, и, кстати, Сережа, разрешите выразить вам любовь и признательность всех женщин. Вы очень обаятельны и милы. Я хочу сказать, что очень хорошая эта программа именно страсти, где такие страсти кипят и плачут и смеются благодаря вас. У вас прекраснейшее чувство юмора и обаяния. Я хочу еще сказать большое спасибо Анечке. Спасибо, Сереженька. Вам спасибо. Не-не, вы не вставайте. Вы не вставайте. Я до вас еще прийшел, потому что мне захотелось побути вот к вам на отстане вытянутой руки буквально. Катерина Миколаевна, расскажите мне, будь ласка, трошечки про ваш готель. Я ж бачу ту Наталочку, яка у вас покоевка. Ну, она дейсно не полизает под той диван. Ну, уже трошечки, ну, уже роков 30, как вона не хочет лезти под той диван. Бегу меньше с тем. Скажите, кто у вас, кто ваш контингент, кто зупиняется в Ниве? Да, кстати, у нас очень обширный контингент. У нас жил ансамбль Лесопетный батальон. Это море обаяния. Вот когда мы их смотрели с экрана, мы никогда не думали, что это такие заводные, милые женщины. Море обаяния. Они оставили такое впечатление о себе. У нас постоянно живет профессиональная команда. Черкасский Днепро сейчас она называется. Вот так у нас. А зі звезд, ну, крім Абрамова, хто зупинялся? Павло Зібров у нас был. Павло Зібров. Ой. Кто? Милейший человек. Дозволил розчисати вуса? Я не знаю, но мне он подписал открыточку света. Катя, кохання. А не сделал такое? Вадим по себе залишает таблички, а Зібров вот так вот не взял такую рамочку, скло открыл, потом сделает так. И назад, на память. Зато он нам оставил все цветы, которые ему подарили зрители. Все цветы нам оставил. Не, ну Зібров великий молодец. Залишить таким красивым женщинам квіти, это очень благородно. Вот что значит старая гвардия. В честь, а до речи, залишай завжди ті квіти, які тебе дарують в Черкасах. Ну, власне, власне, наші журналісти знову до вас приїхали, подивилися, як ви відреагували на зауваження ревізора. І давайте ми всі разом поглянемо, що ж змінилося з тих пір. Вот в этом номере у нас проживав ревізор. Вот стандартный двохместный номер. Пожалуйста, я не думаю, что тут что-то есть у нас ради интереса. Вот здесь вот так я ходила, я грязи не видела. Но когда я наступила, то я пяточку ко мне вот так прилипла. А что творится под кроватью? Здесь какие-то разодраны линолеумы. Да. На таллочке, конечно, сюда тяжело нагнуться и долезть до этой грязи. Поэтому вызывайте Анатолия, Наталочка, зовите себе в помощь электрика Андреича. Они вместе придут, отодвинуть кровать. И все, здесь можно спокойно убрать. Видите-ка, здесь что-то было. Ну, на таллочке тяжело было, то ли мы готовили полностью гостейцу к заселению. Поэтому что-то она могла не доработать. Я вместо ревизора проверю. Чисто. Пожалуйста, чисто. Вот то, что видел ревизор. Рады были, что они нам подсказали, что у нас было не так. И справляемся. Мы вам покажем номера, в которых нам есть уже немножко гордиться. Это номер семейный. Здесь номер уже отдельный, полностью санузел для этого номера. Здесь уже у нас не стандарт милик, другая немножечко. Это полулюкс. 500 гривен у нас стоит. Для молодоженов, для семейных пар. Это спальня у нас и гостиная. Сейчас у нас в ремонте три блока. Мы много уже сделали ремонта. Ну, стараемся. Насколько странная штука жизнь, да? Вот поселись в другой номер, и не было бы этого разговора. Да, да, совершенно верно. Очень красиво все там, одеялки, покрывалки, цветовая гамма. Сделано все очень здорово. Мне тоже кажется, что если бы мы показали номер повышенной категории, табличка была бы ваша. Но ревизор всегда снимает стандарт двухместный. Ну, это и правильно, вы понимаете. То, что снимает большинство украинцев и туристов. Но, Катерина Николаевна, большое вам спасибо за то, что вы в тяжелое для страны время стараетесь меняться, стараетесь изо всех сил. Спасибо вам еще раз за теплый прием. Спасибо. Если будем в Черкасах, а мы в Черкасах будем, обязательно заскочим. Милостей просим всех к нам в гостиницу. Всех примем с любовью. Мы вот сегодня уже говорили там про критерии оценки тех или иных закладов. И, че співрозмирно оценивали одинаково ось такие невеличкие бюджетные готели с старым житловым фондом, перероблений гуртожиток и фешенебельные готели и так далее. Но, ну, вот сейчас вас будет совесть мучить, потому что не дать табличку ревизора цему закладу и цей женщине. Ну, сейчас вы сами все понимаете. Я специально не спросил, Катерина Николаевна, тут в студии, про то, как она связала своё жизнь с этим готелем. Коли это произошло, потому что у нас есть журналісти с Трастей, которые сделали это вместо меня. Давайте посмотрим сюжет. Я работаю с 1982 года. Вот я с 1982 года и работаю. Я пришла сюда еще, когда только строители сдавали это здание. Мы начинали краску убирали, мыли окна, мебель заносили, все формировали. А потом, когда посмотрели в номерах неуютно, то мы их, думаю, приносили вазочки, цветочки, салфеточки. И все старались в номер поставить. Да еще и соревновались друг с другом, у кого на этаже симпатичнее. Потому что хотелось, и мы же женщины. Ну, я была еще первоначально, я работала первое время дежурной третьего этажа, у меня был лучший этаж. А потом, ну, я недолго проработала, меня перевели в администратор. И вот так я и работаю администратором. У нас есть люди, которые 20 лет к нам приезжают, очень долго. Они устанавливаются, мы их уже, знаете, как родные. Они уже нас не меняют ни на одну гостинскую город. И мы родные их всегда. Они как наши. Катерина Маклаяна, я хотел бы попросить вас подойти до меня на одну секундочку. Катерина Маклаяна, мы, в принципе, в нашем шоу завжди любимо виділяти и поважаем людей, которые так видимо работают на благо своей компании, там, или в вашем случае, своего отеля, своего коллектива. Когда мы в сюжете почули, что вы с нуля створювали затишок у того готеля и с первого дня в нем працюете, и даже доходило до того, что вы из дома выносили какие-то речи, чтобы сделать людям затишок, то, в свою очередь, мы захотели, чтобы из нашего шоу вы вернулись с чем-то домой. И если вы из дома выносили для кого-то, то мы хотим сделать подарок вам. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Это паспорт на новенькую плазму, на який, я сподіваюся, вы завжди будете дивиться свое улюбленное шоу «Страст за ревізором». Спасибо большое, спасибо.